привет привет это кикс контест и вами всеми любимый лёха матрас fly white сегодня обещанный обзор на adidas court vision 2.0 adidas court vision 2.0 я тестировал не один в этом мне помогли мои бандиты которые пришли зарубиться со мной на пикап марафоне до 1000 очков я хочу еще раз всем респектануть за этот день ну и соответственно за помощь а теперь непосредственно кроссовкам мне пришлось надеть их из коробки сразу же на финальный матч лиги порадовало то что кроссовки идут размер в размер вот что начало напрягать это бортики с внешней стороны в которые нога врезалась при каждом торможении и ощущения были весьма неприятны чтобы этого избежать нужно надевать толстые носки и затягивать шнурки так чтобы нога в передней части не болталась а то пространство там много но игроки с широкой стопой оценят высокий подъем тоже не помеха набивочного материала в задней части достаточно есть углубление под ахилл а также вот эта прикольная подушечка которая смягчает касание ноги а задний бортик кроссовка при вытягивании носка и респект за эту штуку но это все задняя часть в носовой как я уже сказал они конечно деревянные от чего конечно страдает общий комфорт но благо косточки не натирают над вентиляцией даже заморачиваться не стали нет ни единого места где она могла бы быть осуществлена в очередной раз мы встречаем пену амортизации bounce и в очередной раз она ведет себя не так как остальные это я назвал термак мод почему потому что она здесь супер деревянная к сожалению мне довелось много раз выпрыгивать и приземляться во вторых корт вижонах и я полностью прочувствовал эту прекрасную амортизацию ни в носке ни в пятке данная пена не справляется с нагрузкой плюс так как она твердая отсутствует какое-либо чувство корт рисунок протектора на корт вижон 20 выполнен виде елочки причем эта елочка уходит за пределы своей плоскости и полностью покрывает бортики кроссовок если честно на пыльном паркете цепляет уже что-то не очень прикольно так в принципе на улице конечно же тракция в целом хорошая я не припомню момент чтобы я скользил в этих кроссовках на каком-либо покрытии но поверим глибосику который явно в тот день делал более резкие движения и скинем один балл а А те, кто уже является обладателем этих кроссовок, пишите в комменты, скользят они у вас на пыльном паркете или нет. На первый взгляд по материалам сделано все интересно. Верх кроссовка выполнен из сочетания искусственной замши и синтетического текстиля. Укреплены все места, которые принимают на себя нагрузку. Фирменные три полосы Adidas выполнены из рефлектива. Хоть и выглядят так, как будто дизайнеры забыли сделать брендинг и просто прилепили их в последний момент. В любом случае материалы со стороны смотрятся интересно, но к сожалению они не особо функциональны. Через замшу, как я уже сказал, не проходит воздух, баунс не работает. Качество сборки тоже не лучшее, вон какая длинная нитка торчит, хоть ее и не видно, но все же. По поводу долговечности, ну вот с внутренней стороны прошивки пришла хана. Причем я даже не заметил, как это произошло и что конечно убило, снова расскажет Глебос. Если короче вы приданки, когда разбегаетесь, носком чиркаете, то после первой тренировки вот такая вот фигня будет. А я напомню, в кроссовках все играют первый день и такие вещи конечно недопустимы. Хоть стопа изначально и болталась в носовой части, зафиксировать ее можно плотно. В этом помогают последние две петли, уходящие в недре кроссовок, которые со всех сторон облегают переднюю часть. Пятка хорошо зафиксирована высоким пяточным стаканом. И в целом, если хорошо затянуть шнурки, можно намертво зафиксировать стопу. Также порадовал мощнейший боковой аутриггер, который заметно расширяет площадь подошвы и уменьшает шансы подвернуть голеностоп при неправильном приземлении или неудобном торможении. Ну если коротко, то за свои деньги топ. Че, кроссы, как тебе? Хорошие, классные. Девочки, будут в таких играть? Да. Просто девочки у нас никак не тестят. Будут дедочки? Да, но единственное, что у них ветка немножко шарова для денег. Да, согласен. Вот, они... Что? Немножечко просторные сверху, говорю. Поняли? Просторные немножко. Тестим, тестим. Все банки. Модель подойдет исключительно для любителей, которые не особо быстро бегают и высоко прыгают. Если смотреть в общем, то Adidas Court Vision 2.0 показали довольно средние результаты. И для 70 баллов ценник в 7000 рублей все-таки высоковат. Так что если все-таки надумаешь брать, то ищи со скидкой. А где искать, ты легко узнаешь из ссылок в описании. Ну а с вами были Хиз Контест, Леха Матрасов Плайо Вайд. Самые полезные ссылочки вы найдете в описании. А также подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. И на группу ВКонтакте, и еще на Инстаграм. Всем пиз. Кушайте супчик. Пау! Три. И в комментах даже пишут, как ты это делаешь. Ну вот, все же легко могут сделать, смотрите. Абсолютно незнакомые люди, ну. Сектанты, правда, но это очень страшно.